последнее что мы доказали была такая теорема о графике теорема о графике она нам говорила что для любой частичные функции ну можно считать из натуральных натуральный хотя для пар троек и прочего это также работает и вычислима тогда и только тогда когда f как множество пар то есть f перечислима почему а графики но мы воспринимаем f как множество пар как график функции отсюда у нас были следствия что образ и прообраз перечислимого множества под действием вычислимой функции является перечислимой в частности если f вычислима то ее область определения ее область значений перечислимой нашей задачей на самое ближайшее время является получение некоторых эквивалентных перечислимости свойств и так давайте попробуем прежде всего мы дадим такое определение значит ну вот пусть у нас есть какое-то множество например натуральных чисел но как обычно на пары тройки и прочее все тоже распространяется мы говорим что хи с чертой из n в на самом деле в 1 подчеркнуто хи с чертой называется полухарактеристическую не один чертой пусть будет два черта это не важно называется полухарактеристической полухарактеристической то есть характеристический но полу не полностью полухарактеристической функции Множество тогда и только тогда, когда для любого числа Эта х у нас устроена следующим образом Мы с вами вступаем в мир частичных функций Помните, были такие, которые не везде определены Когда это значение единица, если n попадает в а? И оно не определено, если m не попадает в а Что означает этот знак? Помним? Он применялся нами для частичных функций Означает он следующее, давайте напомним Это означает, что или f от x и g от y не определены Либо оба не определены, либо оба определены А значения равны Я буду читать этот символ как совпадает Это естественное обобщение понятия равенства значений для частичных функций То есть два выражения, которые могут быть не определены Они совпадают, если они одновременно не определены Оба не определены, или оба определены, но значения равны Например, я могу сказать, что 1 разделить на 0 Совпадает с 2 разделить на 0, правильно? Вот полухарактеристическая функция, как она себя ведет Она определенная равна единице на а А вне а Она не определена Какой будет у полухарактеристической функции даймен? Где она определена? В точности на а Это понятно? Ясно это? А теперь давайте посмотрим, какая связь С перечислимостью Утверждение А перечислима Тогда и только тогда, когда полухарактеристическая функция вычислима Помните, мы говорили, что разрешимость эквивалентна вычислимости характеристической функции Так вот, перечислимость эквивалентна вычислимости полухарактеристической функции Ну, в одну сторону Почему, если перечислима, то она вычислима Как ее вычислить? Нам нужен какой-нибудь алгоритм для этой полухарактеристической функции Давайте его, так сказать, условно напишем на таком псевдокоде Вот нам дали n на вход Нам надо посчитать значение полухарактеристической функции Что мы делаем? Запускаем бесконечный цикл И что делаем? Делаем шаг а красивого Пусть а красивый перечисляет А Помните, у нас был алгоритм-перечислитель? Ну, этот алгоритм может что-то вывести, правильно? Если а вывел n, вот наше входное значение То останов возвращаем 1 Понятно? Почему такой алгоритм вычисляет полухарактеристическую функцию? Доказываем Если n принадлежит ее домену То есть а Мы дождемся появления n, вернем единицу Если n не принадлежит ее домену То такой алгоритм зацикливается Как и должно быть по определению вычислимости Понятно? В другую сторону Ну, в другую сторону Более-менее очевидность того, что мы доказали Ведь если полухарактеристическая функция вычислима То ее домен мы знаем Мы знаем, что домен вычислимой функции всегда Всегда перечислим Значит, если она вычислима То ее домен То есть Перечислим Каким образом перечислимость эквивалентна Вычислимости полухарактеристической функции? Согласны? Сейчас мы дадим еще одну характеристику Можно стереть определение полухарактеристической? Это функция, которая единица на множестве Не определена в ней и вам Утверждение 2 Если а не пусто и перечислима То существует вычислимая Я отдельно напишу специально Тотальная функция f То есть определенная на всех натуральных числах Такая, что а это просто range нашей функции То есть f от 0, f от 1, f от 2 и так далее Понятно? В каком смысле мы можем перечислить множество? Ну, можем его перечислять в смысле алгоритма перечислителя Но есть и другой возможный смысл Мы можем считать, что перечислимость Означает, что есть такая функция Которая порождает наше множество Вот считаем f 0, f 1, f 2 Каждое законечное время Это будут все значения нашей функции И только они Правильно? Согласны? А если бы а было пустым Это было бы верно? Ну, как range тотальной функции может быть пустым? Никак Ну, как это доказать? Нам надо, по сути дела, объяснить Как так у f посчитать Имея перечислитель Ну, смотрите, а не пусто Значит, в этом а что-то есть Правильно? Существует какое-то такое а малое Которое принадлежит а Но если оно принадлежит а То перечислитель Как обычно считаем, что а красивая Перечисляет а Следовательно, существует какой-то шаг Существует шаг к Такой, что а Ну, даже просто Существует число к Что а красивая Выведет а малое На На шаге к Правильно? Ну, это неправильно А А не пустое Значит, перечислитель Выведет Хотя бы одно число Согласны? Какое-то число Будет выведено Самым первым По принципу Наименьшего числа Можно найти Наименьший шаг На котором будет Что-то выведено Тогда, значит Пусть к Наименьший Шаг Когда что-то Когда что-то Выведено Пусть а Ноль Выведено на Шаге к То есть мы Мы хотим Зафиксировать Самый первый Шаг Когда что-то Выводится И само Это Выведенное Значение Согласны? Имеем право Так сделать? А теперь Давайте Определим Функцию Ф Мы ее Определим Следующим Образом Неформально Будет ясно Что она Вычислима Пусть Ф от Нуля Это Наша А ноль То Значение Которое Вывелось Первым А вот Для любого Н Ф от Н Плюс Один Это будет Знаете Что? Не Не максимум Мы не будем Сравнивать Выведенные Значения Это Будет Последнее Значение Последнее Число Которое Наш алгоритм Перечислитель Вывел За К Плюс Н Плюс Один Шаг То есть Как это Работает? Смотрите Нам надо Чтобы функция Была Тотальной Правильно? То есть Уже в нуле Должно Быть Какое-то Значение Мы Возьмем Самое Первое Число Которое Вывел Наш Перечислитель А дальше Мы что Делаем? Мы для Каждого Следующего Аргумента Эмулируем Вот столько Шагов Перечислителя Выполняем Правильно? На Некоторых Шагах Возникают Новые Числа Мы их Выводим А если Число Не новое А если На Шаге К Плюс Н Плюс Один Ничего Не Вывелось Что мы Возвращаем? Мы Возвращаем Прошлое Значение Понятно? То есть Нам надо Обеспечить Тотальность Этой Функции Как Это Работает? Зря Стер Утверждение Один Тогда Полухарактеристическое Вычислимо Для мной Предшедших Полухарактеристическое Это Как Характеристическое На множестве Она дает Один А вот Вне Множества Она Не Определена Значит Ну что Можно Сказать О какой Функции? Очевидно Что Ф Вычислимо Вот По сути Делал Алгоритм Как ее Считать Очевидно Что Все Что Она Выводит Это Элементы А Очевидно Потому Что Все Что Она Выводит Напечатал Перечислитель Наиболее Тонкий Момент Очевидно Лишь Что Она Выведет Все Те Значения Которые Перечислитель Вывел Ну потому Что Каждое Значение Будет Напечатано Впервые На каком-то Шаге С номером Большим Или равным К Потому Что К Это Первый Шаг Когда Что То Будет Напечатано Каждое Значение В какой-то Момент Будет Последним Напечатано И Оно Будет Выведено Как Это Происходит Как Мы Функцию Ф Определяем Вот Если У нас Шаги Если У нас Тут Шаги Смотрите Вот Как Работает Перечислитель Он На Некоторых Шагах Что-то Выводит Вот Вот Впервые Он На Шаге К Выводит А Ноль Потом Он Еще Что-то Выводит Еще Что-то Еще Что-то Еще Что-то Согласна Но Мы Не Можем Допускать Пустых Промежутков Значит Как Наша Функция Устроена Ну Во-первых У нас Ф От Нуля Это То Что Выведено На Шаге К А дальше Мы Вот Так Вот Дополняем Понятная Идея Делаем Тотальный Согласна Ну Вот Вот Как Это Работает Итак Любое Непустое Перечислимое Множество Это Область Значений Вычислимой Функции Согласна Можно Стирать Вычислимый Даже Тотальный Так И Последнее А Перечислима Ну А Имеет Какую-то Размерность Там К Ну Для Простоты Можно Считать Что Ну Давайте А Состоит Из Наборов Длины К А Перечислима Тогда И только Тогда Когда Существует Б На Единицу Больше Размерности Такое Что Б Разрешимо И Наша А Это что Такое Ну это Проекция Б Ну как Это Обозначить Как бы У нас Была Проекция На Одну Координату Но Проекция На Первый К Координат Вас Не Шокирует Не Понятно Что Это Такое Как Бы Нам Это Обозначить Ну вот Проекция На Координаты С Первой По К Вот Это То есть Это Первые К Координат По РСБ Да Что Размерность Н В Степени К Плюс 1 На Единицу Больше Давайте Только К Мы Переименуем В Другую Букву Лучше Т К Я Использую Для Другой Цели Вот Ну что Это Такое Это Все Такие Наборы Да Длины К Что Существует Y Такое Что Набор XY Попадает В Б Понятно Что Такое Проекция Ну Первые Там Т Координат Согласны Итак Каждое Перечислимое Множество Это Проекция Разрешимого Множества На Единицу Больше Размерности Доказательства Ну В одну Сторон На самом деле Мы это Проходили Мы понимаем Что Если B Разрешимо То Тогда B Конечно Перечислима Согласны А Проекция Перечислимого Любая Что На Одну Координату Что На Несколько Она Перечислима Согласны Поэтому Справа Налево Справа Налево Утверждение Очевидно Согласны Ну Почему Ну Если Я могу Перечислять Набор Длины Т Плюс Один Я Запускаю Перечислялку Напечатаю Только Первый Т Координат Это Будет Перечисление А Правильно А Вот Другую Сторон Чуть Менее Тривиально Тут Надо Заняться Таким Делом Как Подсчет Шагов Смотрите Значит Нам Дано Что А Перечислима Что Это Значит Значит Что Существует Алгоритм А Красивая Который Перечисляет А Согласны А Теперь Я Множество Б Определю Следующим Образом Что Такое Б Б Это Все Такие Пары Х К Размерность Ясное Дело Дело На Единицу Больше Размерности Х Это Все Такие Пары Что А Выводит Х На Шаге Номер К Смотрим Когда у нас Х Попадает В А Ну тогда И только тогда Когда Для некоторого К А Выводит Х На Шаге К Правильно Это Из Определения Перечислителя Ну то есть Получается Что Когда И только Тогда Когда Существует Такое К Что Пара Х К Попадает В Наше Б Согласны Итак А Действительно Проекция Нашего Б Только Почему Б Разрешима Тут Такой Неформальный Аргумент Интересное Свойство Алгоритмов Я эту мысль Разовью Сейчас Почему Б Разрешима Ну смотрите Но Мы верим Что алгоритмы Можно эмулировать Можно исполнять По шагам Я могу Как мне проверить Принадлежит ли Пара Х К Множеству Б Надо запустить Перечислитель На К Шагов И посмотреть Вывел он Х Или не Вывел Понятно Что Эту Саму Процедуру Можно Сделать Законечно Много Шагов То Есть Как Что Такое Разрешимость Это Перечислимо С Подсказкой Перечислимо Это Квантер Существования Существует Номер Шага На Котором Будет Выведено А Разрешимость Возникает Когда Мы Указываем Номер Этого Шага Если Подсказка Есть Мы Можем К Шагов Прокрутить И за Конечное Время Посмотреть Выводит Или Нет Понятно Итак Каждое Перечислимое Множество Это Проекция Разрешимого Множества Некоторого На единицу Большей Размерности Так А теперь Давайте Соберем Все Это Вместе Можно Стирать Теорема 4 Эквивалентное Определение Перечислимости Эквивалентное Определение Перечислимости Для любого Множества Ну не важно Принадлежащего Там Н Каком То пусть будет Н В степени Т Для любого А Следующие Свойства Равно Сильны Первое Свойство А Перечислимо Второе Свойство Существует Вычислимая Функция Ф Частичная Такая Что Наша А Это Домен Ф Вычислимые Функции Это В точности Перечислимые Множества Это В точности Области Определения Вычислимых Функций Область Определения Вычислимой Функции Всегда Перечислима И Обратно Если А Перечислима То такая Функция Есть Какую Можно Взять Мы доказывали Что полухарактеристическая Будет обладать Таким Свойством Согласны Так Это у нас Утверждение Один Что дальше Третье Свойство Если А Перечислима То существует Вычислимое Внимание Тотальное Ф Давайте так Тогда Если А Не пусто То Существует Вычислимое Тотальное Ф Такая Что А Это Ее Область Значений Ну это Откуда Это Утверждение Два Правильно Четвертое Существует Вычислимое Но Не обязательно Тотальная Функция Ф Такая Что А Это Ее Рейндж Ну Почему В одну Сторону Но Из Третьего Следует Четвертое Если А не Пустое То В качестве Вычислимой Функции Можно взять Вычислимой Тотальную Тотальную Если А Пустое То Она Будет Рейнджем Какой Вычислимой Функции Нигде Не Определенной Функции Давайте Сразу Ее Заведем Вот Функция З З Нигде Не Определенная Функция Нигде Не Определенная Функция Это З З Вычислимо Согласны Вы Все Писали Алгоритм Вычисляющий З Он Принимает Любой Вход Произвольный Зацикливается Писали Алгоритм Для З Нигде Не Определенная Функция Она Имеется То есть Если А Пустое Оно Будет Рейнджем Нигде Не Определенной Понятно И Пятое Свойство Оно Как мы Знаем По Утверждению Три Эквивалентной Перечислимости Кстати А почему Если Существует Вычислимая Функция Такая Что А является Рейнджем То А Перечислимо Ну Потому Что Рейндж Вычислимой Функции Перечислим Правильно То есть В эту Сторону Последствию Ноль Понятно И Пятое Свойство Эквивалентной Перечислимости Существует Б На Единицу Большей Размерности Такое Что Б Разрешимо И Наша А Это Проекция Б Ну Например На Первый Т Координат Понятно Все Переходы Обоснованы Или есть Сомнения Какие Сомнения Итак Какие Свойства Эквивалентной Перечислимости Перечислимые Множества Это То же Самое Что Области Определения Вычислимых Функций Это То же Самое Что Области Значения Вычислимых Функций Не Пустые Перечислимые Множества Это То же Самое Что Области Значений Вычислимых Тотальных Функций И перечислимое множество это то же самое, что проекция разрешимых множеств на единицу большей размерности. Понятно? Вот такая теорема. А теперь пойдем далее. И сейчас мы введем некоторые новые понятия. Одно из них будет ухватывать ту идею, которую мы использовали здесь. Помните, когда мы исполняли алгоритм на к шагов? И не только здесь. Определение. Пусть АА какой-либо алгоритм. Ну, такое слегка неформальное определение. Мы можем ввести так называемый Т-предикат. Т от А. Что такое Т-предикат? Т-предикат говорит нам, ТХК говорит, что алгоритм А на входе Х останавливается за К шагов. Понятно? И другой вариант Т-предиката. Ну, можно считать, что Х это набор, можно считать, что это число, это не важно. И другой вариант Т-предиката. Алгоритм А на входе Х останавливается за К шагов. Включаем интуицию. Причем здесь И. Да. И выводит И. Понятно, что за Т-предикаты? Так вот, мы от нашей модели алгоритмов, от того, что такое алгоритм, от возможных уточнений этого понятия, или из нашей интуиции, мы требуем такое свойство алгоритмов, своего рода аксиому. Такие Т-предикаты разрешимы. Понятно, что значит разрешимы? За конечное число шагов можно по каждой паре, или, соответственно, тройке узнать, верно для нее это или нет. Вот это свойство алгоритмов, на которые мы опираемся. Всегда можно за конечное число шагов проверить, правда ли, что алгоритм А на входе Х останавливается за К шагов, по входу Х-К. Также можно по входу Х-К узнать, правда ли, что он остановился за К шагов на входе Х и выдал У. Понятно это? Вся наша наука основана на том, что эти свойства разрешимы. Ясен этот момент? Поехали дальше. На самом деле, я еще одну теорему пропустил, к сожалению. Ее следовало бы рассказать в прошлый раз, но я просто забыл. Значит, это так называемая теорема Поста. Она очень проста. Тем не менее, давайте ее отметим. А разрешима тогда и только тогда, когда А и его дополнение перечислимы. Оказывается, нам еще такая теорема нужна. Она больше относится к прошлой лекции. Ну, в одну сторону. Если А разрешима, то, конечно, и А, и его дополнение разрешимы. Помним, что дополнение разрешимо, вот разрешимо? Надо узнать, принадлежит ли Х и обратить ответ. Ноль в единицу, единицу в ноль. Нормально? Так, ну, а если они разрешимы, то каждое разрешимое множество, оно также перечислимо. Справедливо? В другую сторону чуть труднее. Значит, как мы делаем? Нам нужно разрешитель придумать для А. Вот у нас есть какой-то вход Н. Что мы будем делать? Поочередно делаем шаги. А красивого и чего? И А красивого штрих. Где что это такое? Пусть А красивое перечисляет А, и А красивый штрих перечисляет А с чертой. Правильно? Правильно? Если А красивое выявил Н, то что? Возвращаем единицу, значит мы попали в А. Непонятно? Нет, непонятно. Если А красивый со штрихом выявил Н, то возвращаем ноль. Как это работает? Ну, смотрите, ведь у нас любое Н точно принадлежит либо А, либо А с чертой. Правильно? Значит, либо один, либо другой перечислитель, его обязательно напечатает. Мы перечисляем множество и дополнение параллельно. Шаг в перечислении множества, шаг в перечислении дополнения. Шаг в перечислении множества, шаг в перечислении дополнения. За конечное число шагов n появится в выводе того или другого перечислителя. Согласны? И нам остается только заметить, в выводе какого из них оно появится. Понятна теорема Поста? Она показывает довольно простую мысль. Перечислимость – это половинка разрешимости. Поэтому ее часто называют полуразрешимостью. И там же, как видите, живет полухарактеристическая функция. Разрешимость эквивалентна перечислимости множества и его дополнения. Понятно? А теперь давайте двинемся немножко дальше. Сейчас мы опять обратимся к нашей интуиции. Или, если угодно, к аксиомам каким-то. Или, если угодно, к свойствам нашего конкретного языка программирования. Сейчас мы поговорим о такой вещи, как универсальный алгоритм. Ну, хорошо. Возьмем ваш любимый язык программирования. Какой? Плюсы. Ну, мне не нравится там компилятор. Пусть будет питон. Питон – интерпретируемый язык. Как он работает? Дело в том, что там есть интерпретатор. Правильно? Вы ему подаете на вход какую-то программу и, возможно, какие-то аргументы этой программы. Согласны? Обратите внимание. Все алгоритмы, которые вы пишете на питоне, вы выполняете более или менее так. То есть, по сути дела, ваш код является аргументом, является входом. Для чего? Для некоторого универсального алгоритма. То есть, можно рассматривать вашу программу как аргумент другого алгоритма. Более того, мы верим, что любую вообще программу, которую можно реализовать на питоне, можно вот таким образом выполнить. Более того, мы верим, что каждую вычислимую функцию можно вычислить и на питоне. Это вариант того, что называется тезис Тьюринга. Любую вычислимую функцию можно вычислить в конкретной фиксированной модели вычислений. Машин Тьюринга, например. Ну вот, тезис питона. Любую вычислимую функцию можно вычислить на питоне. Доказать это нельзя. Нельзя, потому что непонятно, что такое вычислимая функция. Если вы уточните это понятие, то возникнут теоремы, что один язык программирования эквивалентен другому. Например, все, что можно вычислить на оси, можно вычислить на питоне и наоборот. Все, что можно вычислить на машинах Тьюринга, можно вычислить там в бестиповом лямбдоисчислений. Или еще какую-нибудь модель можно взять. Понятная идея? То есть, фактически, если понятие вычислимости уточнять, оно превратится в вычислимость в каком-то конкретном языке программирования. Во всех наших рассуждениях мы язык не фиксировали, а рассуждали о нем довольно расплывчато. Тем не менее, языки, которые существуют на практике, наводят нас на мысль о том, что существует универсальный алгоритм. Где у нас, который, по сути дела, принимает два аргумента. Программу и вход этой самой программы. Ну и программу типа исполняет. Понятно? То есть, он делает то же самое, что делала бы программа. Вот эта вот команда, как мы понимаем, она эквивалентна такой. Этот алгоритм, по сути, делает то, что делает эта программа. На самом деле, вот эта штука реализована через эту. Понятно вообще, о чем я вещаю? Вы же программисты. Так, хорошо. Теперь давайте внимательно посмотрим на эту программу. В случае питона, что это такое? Это конечный набор чего? Байтов. Это какое-то конечное слово, правильно? Конечное слово в конечном алфавите. Мы его можем закодировать натуральным числом. Согласны? Не каждая последовательность байтов является программой на питоне. Сколько корректных программ на питоне? Ровно счетно много. Легко доказать. Не более, чем счетно, и можно построить не менее, чем счетно корректных программ. Правильно? То есть, по сути дела, можно программой, это же действительно, с натуральными числами. Понятно это? И при этом мы надеемся, что каждая вычислимая функция вычисляется некоторой программой. Понятно? Все эти соображения подводят нас к следующему определению. Функция у. Это частичная функция двух натуральных аргументов. Функция, это пока не алгоритм, а функция. Функция называется универсальной вычислимой функции, ну в классе функции одного натурального аргумента, но я не буду уточнять. Называется универсальной вычислимой функции, сокращенно УВФ. Я постоянно буду использовать это обозначение. Она называется универсальной вычислимой функцией тогда и только тогда, когда обладает следующими свойствами. Вот универсальная вычислимая функция не похожа на морскую свинку. Морская свинка не имеет отношения ни к свиньям, ни к морю. А вот универсальная вычислимая функция вычислима и универсальна. Ну а что значит универсальна? Универсальна значит, что она реализует каждую вычислимую функцию одного аргумента. Давайте запомним это, поймем и запомним. Для любой вычислимой функции одного аргумента существует что? Существует программа, но в нашем языке программирования, у нас программа это сразу натуральные числа. Существует такая программа, что для любого х то, что функция у вычисляет на входе nx совпадает с тем, что функция f вычислила бы на входе просто х. То есть каждую функцию можно, по сути дела, заменить на подстановку некоторого специального аргумента в ум. У умеет считать все вычислимые функции. Для каждой вычислимой функции можно дать соответствующий аргумент. Неформально это соответствует тому, что число n это программа для функции f. Язык программирования у универсален, но есть, и вот для него есть такая функция. Если для любого f существует n. Понятно? Ну, мы же об этом говорили, но вы пропустили. Это, как мы это понимаем? Вот если у нас есть два выражения, которые могут быть неопределены. Это означает две вещи. Оба неопределены или оба определены и равны. Например, один разделить на ноль совпадает с два разделить на ноль. То и другое неопределено. Понятно? Я использую это обобщение вместо равенства, потому что они могут быть и неопределены. Понятно это? Вот. Вот это вот n имеет специальное название. n называется индексом, индексом или номером, или номером функции f относительно u. Содержательная же это программа для функции f, понимаемая как натуральное число. Понятно? Какой вопрос? Еще немного терминология. Пусть у нас v какая-нибудь функция двух аргументов. Для любого n определим функцию v, n. Это будет функция одного аргумента. Как она определяется? Она определяется вот таким вот уравнением. v, n от x, понимается как v от n от x. То есть мы первый аргумент фиксируем. Вы не шокированы? Вы не шокированы? n с сечением v, n с сечением v, ну, по первому аргументу. По первому аргументу. Понятно, что такое n сечение? Функция одного аргумента, когда мы значение фиксируем. Почему сечение? Ну, вот у нас n, вот у нас x, вот как бы график функции v, да, такая, типа поверхность. Может быть с дырками, потому что она не всюду определена. Ну, вот если мы значение n зафиксируем равным чему-то, что у нас получится? Ну, вот у нас получается такое ощущение, мы этот торт разрезали. Вот тут вот. Параллельно оси в точке n 0. Понятно? На срезе получилось сечение. Ясно это? Очень наглядное понятие. В терминах сечений вот это как будет выглядеть требование универсальности? Что функция n-то и сечения u равна функции f. То есть, что такое универсальная функция? Которая среди своих сечений содержит все вычислимые функции. Меньшего числа аргументов. В данном случае одного. Понятно? Обратите внимание, здесь стоит не совпадение, а равенство. Если вы помните первый семестр, две частичные функции равны тогда и только тогда, когда их значения совпадают во всех точках. Понятно это? Что мы утверждаем о универсальной вычислимой функции? Об универсальной вычислимой функции мы утверждаем то, что она есть. В конкретном языке программирования это теорема. Надо универсальный алгоритм построить. То есть, написать на питоне интерпретатор питона. А что, вы сомневаетесь в том, что это можно сделать? Очень даже. Ну, компилятор C написан же на оси. И ничего. Написан ли реально используемый интерпретатор питона на питоне? Я сомневаюсь. Ну, в принципе, это можно сделать. Итак, то свойство алгоритмов, которым мы будем пользоваться, такое. Существует хотя бы одна универсальная вычислимая функция U. Можно. И что? Но его можно с нуля написать. Значит, итак, мы в нашей теории, мы верим, что универсальная вычислимая функция существует. Этому нас учит практика. Потому что функция, которую вычисляет программа питон, это более или менее есть универсальная вычислимая функция. По модулю незначительных отличий, что на питоне не каждое натуральное число – это программа. Ну, можно сказать и так. Это свойство алгоритмов, свойство модели. Мы не можем сейчас это доказать. Для этого надо уточнить понятие алгоритма. Итак, такая существует. Давайте сразу ковать железо, пока горячо, и зафиксируем какой-нибудь алгоритм, который вычисляет это U. Но если она вычислима, есть же вычисляющий алгоритм. Пусть U красивая – это некоторый алгоритм, вычисляющий U. Теперь мы введем T-предикаты. Там были T-предикаты для какого-то алгоритма. А сейчас мы введем T-предикаты для, по сути дела, этого U. Просто T от N от X от K. Что это такое? Ну, это T-предикаты от U для входа NX и K. Понятно, что имеется в виду? То есть это свойство, которое говорит, что у красивая останавливается за K шагов на входе NX. И вот такая бяка разрешима, как и всякий T-предикат. Мы можем запустить универсальный алгоритм на входе NX на K шагов и посмотреть, остановился он или нет. Понятно это? Аналогично. T-штрих от NXY. Что это такое? Это T-предикат со штрихом для нашего U. То есть имеется в виду что? Что U остановится, U красивая остановится за K шагов на входе NX и выдаст Y. Согласны? У. Оба свойства разрешимы. Сейчас прямо мы не будем этим пользоваться, но давайте себя заметим. Понятно это? Мы зафиксировали УВФ и связали с ней два T-предиката. Даже зафиксировали не просто саму УВФ, но и некий алгоритм ее вычисляющий. В принципе, их может быть много. Понятно? Вы не шокированы? Знаменитая проблема остановки. Сейчас мы явно построим пример неразрешимого множества. В прошлый раз мы говорили, что такое множество существует, потому что всего подмножеств натурального ряда континуум. А разрешимых множеств лишь счетно много, потому что счетно много алгоритмов. А сейчас мы приведем явный пример. Например, на этой конструкции держатся многие-многие-многие другие определения. Вот здесь и далее У будет какая-то УВФ. Какая, неважно. Какая-то. Пусть У это УВФ. Положим К, но можно считать с индексом У. Иногда будем писать, иногда не будем. Что такое К с индексом У? Это просто все те и только те натуральные числа, что У от НН определена. Как вам такое? Ну, индексу я не буду писать. К с индексом У. Аналогично. С. Это все такие пары натуральных чисел, что У от Н от Х определена. Батюшки, что это такое? Что такое С? Домен функции У. Согласны? Непонятно это? Все такие пары. Программа аргумент, где программа останавливается на аргументе. Так. Еще мы введем функцию Д. Функция Д задается таким уравнением. Д от Х это У от ХХ. Как вам такая функция? Д называется диагональю УВФУ. Согласны? Слушайте, а что такое К? Это же домен функции Д. Справедливо? Итак, с функцией У мы связали функцию Д и два множества. К домен Д и С домен У. Согласны? Вы не шокированы? Давайте сделаем наблюдение. Замечание. Так как у нас У вычислимая функция, правильно? Тогда С, который является ее доменом, какое множество? Домен вычислимой функции перечислим. Согласны? Было такое? Так. Вы согласны, что функция Д является вычислимой? Ну, это и видно из этого уравнения. Согласны? Ну, а если она вычислимая, то ее домен К. Ее домен К обязательно перечислим. Итак, множество КС перечислимы. Согласны? Какая у нас была прошлая теорема? 5, что ли? Теорема Поста. Теорема 6. Неразрешимость проблемы самоприменимости. Множество К неразрешимо. Множество К неразрешимо. Заметьте, но перечислимо. Согласны? Вот перечислимое неразрешимое множество. Мы доказываем, что перечислимость отличается от разрешимости. Как мы рассуждаем от противного? Допустим, К все-таки разрешимо. Давайте рассмотрим некую функцию. Назовем ее Ф. Наша функция устроена следующим образом. Она возвращает единицу, если н не принадлежит К. И она не определена, если н принадлежит К. Что это такое? На самом деле, это полухарактеристическая функция дополнения К. Согласны? Я утверждаю, что Ф вычислима. Ну, почему? Ну, можно формально. Если К разрешимо, то дополнение К разрешимо. Значит, дополнение К перечислима. Значит, его полухарактеристически вычислима. На пальцах. Ну, как вычислить ЕФ? Нам дали на вход Н. У нас по предположению К разрешимо. Правильно? Проверим Н на принадлежность К. Если ответ нет, выдаем один. Если ответ да, мы всегда можем искусственно зациклиться. Это понятно? Понятно? Поднимите руку, кому ясно, что Ф вычислима. Не всем. Кому не ясно, почему. Еще раз на пальцах. Как посчитать Н? ЭФ от Н. У нас К множество разрешимо. Значит, за конечное время можно алгоритмом любой Н проверить на принадлежность К. Проверяем. Если ответ нет, выдаем единицу останов. Если ответ да, входим в бесконечный цикл while true. Непонятно? Все равно непонятно? Еще один аргумент. Но что можно сделать? А, ну нет, это не очень хорошо. Ладно. Ну что, понятно? Ну, смотрите. Раз эта функция вычислимая, а У универсальная, это же что означает? Значит, существует такое число, ну, допустим, Н0, или давайте М. Существует такое число М, что наше Ф это МТ в сечении У, правильно? Или другими словами, существует такое М, что для любого Х, Ф от Х совпадает с У от М от Х. Согласны? Но это для любого Х, верно. В частности... В частности, мы можем посмотреть, что такое Ф от М. Что такое Ф от М? У от М от М, или что то же самое, Д от М. Согласны? Вопрос, принадлежит ли М множеству К? Ну, либо принадлежит, либо нет. Так, допустим, М принадлежит множеству К. Тогда вот по этому определению Ф от М не определена. Согласны? Но Ф от М совпадает с У от М от М. Следовательно, У от М от М не определена. Следовательно, М не принадлежит К. Противоречие. Значит, не может так быть, чтобы М принадлежала К. Ну, значит, М не принадлежит К. Предположим, М не принадлежит К. Так. Тогда, опять же, по определению. У нас Ф от М равно единице, и в частности, определено. Согласны? Значит, что получается? Получается, что У от М от М тоже определено. Согласны? Получается, что М таки принадлежит К. Опять противоречие. То есть, М не может ни принадлежать, ни не принадлежать К. Мы вывели противоречие, допустив, что К разрешимо. Значит, К неразрешимо. Понятно? То есть, что мы сделали? Мы запросили, принадлежит ли НК, и сделали наоборот. Принципиально здесь, что мы узнали, что Н не принадлежит К за конечное время. Выдали единицу. Понятно это? Итак, множество К является неразрешимым, но перечислимым. Следствие 7. Множество дополнения К неперечислимо. Это пример неперечислимого множества. Почему? Ну, потому что, если оно перечислимо, то тогда у нас и К, и его дополнение перечислимо. Согласны? Мы же знаем, что К перечислимо. Значит, по теореме Поста, по теореме Поста, тогда К было бы разрешимо. Что не так? Согласны? Итак, дополнение К – это конкретный пример неперечислимого множества. Согласны? Понятно это? Следствие 8. Неразрешимость проблемы остановки. Что такое проблемы остановки? Проблема остановки неформально звучит так. Надо по программе и по ее входу узнать, остановится ли эта программа на входе или нет. Придумать алгоритм, который за конечное число шагов бы это узнавал. Для любой пары. Программа – вход. Ключевые слова. Для любой пары. Один алгоритм. Такого алгоритма быть не может. Что в нашей теории выражается как то, что S неразрешимо. Нельзя по входу программа ее вход алгоритмически проверить, остановится она или нет. То есть, определена U от N от X или нет. Множество S неразрешимо. Ну, как это доказать? Здесь мы впервые увидим так называемое сведение. Тоже очень распространенную естественную идею. Смотрите. Давайте посмотрим на определение множества K и сравним его с определением множества S. Вы согласны, что N принадлежит K тогда и только тогда, когда пара NN принадлежит S? Таким образом, что я вижу? Я вижу, что характеристическая функция K, она равна характеристической функции S на входе NN. Поэтому, если хи S вычислима, то тогда и хи K вычислима. То есть, тогда было бы K разрешимо. Что не так? Понятно? Ну, если бы я умел любую пару проверять на принадлежность S, я мог бы любое число проверить на принадлежность K. Как? Взять входное число, изготовить из него пару NN и спросить, принадлежит ли она S. Понятно? Вы не шокированы? Нормально? Вот неразрешимость проблемы остановки. Еще несколько замечаний. Оказывается, любая вычислимая функция хоть где-нибудь, но совпадает с диагональю. С D. Это принципиальный момент. Он позволяет доказывать невычислимость функций. Если какая-то функция всюду отличается от диагонали, то она точно невычислима. Давайте это докажем. Лемма 9 или какая там лемма? 8? 9. Лемма 9. Пусть у в в, как обычно. Тогда, если функция F вычислима, то обязательно существует такое натуральное число, где она совпадает с функцией D. Может быть, они обе не определены. Но всюду отличаться от D она не может. Доказательство этого крайне полезного утверждения, ну, буквально однострочное. Значит, как это сделать? Ну, раз F вычислима, а U это VF, да, то существует такое N, что для любого X, U от N от X совпадает с F от X. Согласны? Ну, подставим сюда вместо X и N. Что получится? Значит, существует такое N, что U от N от N совпадает с F от N. Ну, что такое U от N от N? Это D от N и есть. Согласны? Итак, никакая вычислимая функция не может всюду отличаться от D. Давайте представим себе какую-нибудь функцию частичную. Вот она где-то определена, а где-то нет. Согласны? Согласны? Но мы можем, в принципе, функцию продолжить. Это что значит? Это значит доопределить ее на некоторых точках, где она раньше не была определена. Не обязательно на всех. Понятно? В таком случае мы говорим, что функция G продолжает. Функция G продолжает F. Это что значит? Ну, просто график F включен в график G, не более того. Понятная идея? Лемма 10. Функция D не имеет вычислимого тотального продолжения. Вот это вот может быть странное свойство, но это может быть странное свойство, но оно естественное. Не имеет вычислимого тотального продолжения. Мало того, что она сама не везде определена, ее даже нельзя так доопределить, чтобы получилась вычислимая функция. Сейчас, минутку. То есть, если G продолжает D и G тотально, то G не вычислима. Любая функция, которая продолжала бы D, вот представьте себе, что у нас вот есть D, она где-то определена, где-то нет. Предположим, мы ее доопределили на всех точках каким-то образом. При этом не может получиться вычислимая функция. Доказательство очень простое. Допустим, что G действительно продолжает D и G тотально, в определенных всех точках. Давайте рассмотрим такую функцию. Рассмотрим H. Она тоже будет тотальна. H задается следующим уравнением. H от X. Заметьте, я пишу равенство, потому что функции здесь всюду определенные. H от X это G от X плюс 1. Как вам такое? Рассмотрели функцию H? Я утверждаю, что функция H всюду отличается от D, а значит, невычислима. Доказательство. Ну, предположим, вы согласны, что каждое число либо принадлежит домену D, либо нет? Если оно принадлежит домену D, чему у нас равно D от X? D от X равно G от X. Почему? Потому что G это продолжение D. Где D определено, они совпадают. Согласны? D равно G от X. Но G от X не может быть равно G от X плюс 1. Значит, D от X и H от X различные. Они не совпадают. В точках, где D определена, они отличаются друг от друга. Согласны? А что будет, если X не принадлежит домену D? Но все довольно просто. D от X, ведь она будет не определена в таком случае. H от X. Чему бы она ни была равна, но она же всюду определена? Она будет определена. То есть они точно не совпадают. Что же мы видим? Мы видим, что для любого X H от X отличается от D от X. Отсюда следует, что H не вычислима. Согласны? Но с другой стороны, если бы G была вычислима, то и H была бы вычислима. Если G вычислима, то тогда и H вычислима. Вывод? G не вычислима. Итак, функцию D нельзя даже доопределить таким образом, чтобы она сделалась тотальной, но сохранила вычислимость. Согласны? Ну и самое последнее. Вот прям самое последнее. Ну, мы на семинаре это используем. Лемма 10. Лемма 11. Существует вычислимая функция F. Внимание! Она из натуральных, но она принимает только два значения. Ноль единица. Существует вычислимая функция F, принимающая только два значения. Такая, что у F нет вычислимого тотального продолжения. Существует такая функция, которую нельзя продолжить до вычислимой тотальной, при том, что она принимает только два значения. Согласны? Сейчас мы ее построим. И все. И гулять пойдем. Она устроена следующим образом. Вот смотрите. Если D от X определена и равна нулю, мы вернем что? 1. Мы хотим отличаться от D. Если D от X определена и D от X не равна нулю, мы вернем ноль. Если D от X не определена, мы вернем неопр. Почему эта функция вычислима? Это очень просто понять. Каким же образом? А вот каким. F от X это 1 минус D от X. Ну смотрите. Если D от X определена и возвращена, ну только не 1, а там 1 минус 5. Давайте так. Усеченное вычитание. Понятно, что такое высеченное вычитание? Нет? Ничего не понятно. Усеченное вычитание это максимум. Сейчас, 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 сейчас. Из нуля и разности. Ну, например, 5 минус 2 это 3. А 5 минус 6 это 0. Понятно? Ну, то есть, как оно работает? Если D от X это 0, мы возвращаем единицу. Если это единица и больше, мы возвращаем 0. А если D от X не определена, ну это выражение не определено. То есть, функция вычислимая. Согласны? Почему у нее нет вычислимого тотального продолжения? Ну, если оно есть, то тогда оно всюду будет отличаться от D. Я так конспективно напишу, без подробностей. Если G это продолжение D и G тотально, то G всюду отличается от D. Следовательно, G невычислима. Ну, почему она всюду отличается от D? Ну, там, где D не определена, там G определена, потому что она тотально, значит, отличается от D. А там, где D определена, там G принимает то же значение, что и F. Ведь домен, домен нашей функции F, он равен домену D, правильно? Она определена всюду, где D. Но на домене она отличается от D. Она и на домене, и вне домена отличается от D, значит, она, ну, то есть, G отличается от D. Значит, она невычислима. Понятно? Так, мы построили пример вычислимой функции, принимающей только значение 0,1, которую нельзя продолжить до тотальной вычислимой. Этот пример мы используем на семинаре для важной конструкции, являющейся усилением теоремы о том, что существует перечислимое неразрешимое множество. Теорема о неразрешимости проблемы самоприменимости, ну, или проблемы остановки. Вопросы? Ну, уже мысленно на следующей лекции, я понимаю. Спасибо. 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 Спасибо.